ну что друзья привет я с вами в комнате сына у меня пока там монтируется видео я решила что у нас как-то болталочки подходит время болталочки суббота же завтра надо же мне вам показаться и поболтать вот о чем я хочу с вами поболтать этом сняла вам видео как бы остатки цветения в январе вот ну то что цвело и как все это выглядело в любом случае это то же самое но все-таки для сравнения до чтобы люди видели что и декабрь и январь при прохладной погоде у меня все-таки цветы продолжают цвести вот и она такая маленькая потому что цвестит особо еще и уже нечему но у меня вы знаете что у меня цветущих то особо и нету что у меня есть цветущих а бутилона бугенвили гибискусы ну вот исхинантус и колумнии которые сейчас в принципе не цветут кактусы лесные они у меня видели видео меня кто не видел на дети видео про лесные кактусы я показывал насколько они еще у меня крошечные маленькие то с бутончиками естественно когда они расцветутся тем более говорят что их нужно приносить в тепло когда они с бутонами вот чтобы они цвели при определенной температуре они могут зацветать чтобы было тепло влажно там сидела но мне некуда их нести поэтому они у меня так на балконе есть я думаю что если они не распустится они все-таки сбросит бутоны я сильно расстраиваться не буду потому что они настолько крошечные что возможно им даже это и не нужно зачем у растений забирать силы все-таки цветы они дают крупные вот это же времени сколько уходит на то чтобы там то вот было там вот со свечную головку было бутончик да ну бутончик да вот а сейчас они удлиняются растут и один вот распустился в видео видите и много сил забирает поэтому я думаю что если они даже не расцветут то я не расстроюсь а может быть вообще вот скажите кстати друзья может быть вообще взять и оборвать ей чтобы для растений не мучилась пусть она там растет корневую пусть она наращивать членики наверное эти бутончики ни к чему но показал я вам похвалилась потешил себя и думаю нафиг надо их оторвать и растение не мучить вот пишите кто по этому поводу что думает до вас не буду пока трогать пару дней не сделает погоды поэтому если вы что-то мне напишите дельное вот буду рада вот что еще тут как-то в переписке мы затеяли разговор про кошек вот и так как все таки время болталки позволяет мне это рассказать я хочу вам рассказать друзья я всегда была кошатница я любила кошек но когда я жила с родителями мне этого не разрешалось и поэтому как только мы стали жить отдельно мы сразу завели кошечку фотографии я скидывала уже в сообщество если там пониже по ленте опуститесь у меня в сообщество вы увидите есть фотографии моей самой первой кошки там я еще блогинка с короткими с короткой стрижкой в синем халатике сижу вот и у меня на руках серая кошечка это ксюшка вот эту ксюшку мы взяли у подружки была сиамская кошка они ее повязали с персом и получились очень интересные котята и вот я одну кошку себе взяла несмотря на то что она от перса и сиамки она у меня получилась очень добрая очень добрая кошка и в то время мой ребенок еще был можно сказать грудным он у меня жил в манеже ну как жил в манеже пока мать на кухне что-то делала ребенок был в манеже но для безопасности ребенка потому что бабушек дедушек не было сидеть с ребенком было некому вот и я в манеж игрушки накидаю его посажу и там на кухне что-то делаю периодически хожу смотрю но если вижу что ребенок затих там я прихожу смотрю ага смотрю спит моя детечка щелчка вот так на сеточке я ему поднимаю у него тут прям сеточка такая и это ксюшка с ним вместе там я ее взяла месячным котенком ну полтора может быть до месяца полтора и вот она у меня с кустиком росла вместе в манеже вот она 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 очень была вот наша именно член семьи она очень нас всех любила мы ее тоже безумно любили когда я шлепала сына по жопке и он плакал она бежала за него заступаться она правда реально прибегала к нему мур-мур-мур вот так вот лезла к нему там смотрела вылизывала слезки лизала и успокаивала а когда я заходила в комнату она прямо так на четырех лапах становилась на диван и прямо на мяу она никогда не говорила она все время говорила а если она просила что-то покушать или что-то нам так ко мне подходила мама мама я была в декрете мне подружайки звонят а тут у меня ребенок мама они у меня все спрашивают ты чё брат еще родила второго в декрете я бы нет это моя кошка такая макает мама за вот мамой зовет и вы знаете уже ребенок мой был подростком и я ему как-то говорю давай мы с тобой это ксюшку сейчас говорю это ну как бы обманем давай сделаем ведь что-то плачешь и проверим остались они инстинкты эти или не остались а вот сын говорит да ну ну зачем чего я ну давай интересно он могли ну как я буду плакать я ну как как-нибудь притворить но я и значит шлепаю по заднице здорового ребенка шлюпы по заднице он хохочет я это не смейся плачет как пакет ну короче начали тут разыгрывать спектакль встрепенулась встрепенулась прибежала все те же манипуляции на меня на сына мур-мур-мур и глазки слезки лизать вот вы представляете несмотря на то что он был взрослый уже такой парень она все равно за него вот так вот ехал заступалась и умерла у нас кошечка в 16 лет у нее пошли какими-то шишками пошли шишки по телу она их очень вылизывала расчесывала а потом они начали вскрываться и когда мы пошли оказалось что у нее рак и это метастаза но врач решила раз хотят люди до смысле он нам если было нам сказал что я сделаю но толку не будет но вы конечно не стали делать у нас и денег лишних не было и мучить животные я бы не стала вот но он нас обнадежит что все будет хорошо там операцию сделать кисту берет а когда там сделал операцию оказалось что он ей и на голове сделал разрез и по локтю сделал разрез и на животе сделал разрез короче она вся в разрезах вся в бинтах ну и в общем на десятый день кошечка наша скончалась мы прям очень сильно все переживали плакали это вот была первая наша кошка которая реально выросла вместе с сыном и и вот было обидно и жалко вторая кошка которая вот которую я все жалуюсь что она ест у меня цветы и я ее гоняю и я про на нее ору говорю я тебе гадина прибью выкину на улицу пойдешь у меня в дворовые кошки откуда я тебе принесла вот так вот на нее все время ругаюсь говорю ах ты паршивка сколько волка не корми она прям знаете уже мою интонацию голоса знает стоит мне вот только сказать так что-то где-то я увидела так все ее нету и она не вылезет она не покажется пока она не почувствует что я в хорошем настроении я про нее забыл все хорошо тогда она потихоньку вылезает подходит ко мне к ногам начинает лизать ноги начинает на меня вот так смотреть и мяукать герда ладно иди моя дурочка сюда я тебя пожалею а вот и как я ее принесла мы поехали на заправку а там у них котенок вот так усенький малюсенький черный черный пушистый причем у него голова сильно черная а тело все коричневая но тогда был дохлый такой маленький страшненький страсть но я вижу что пушистая кошка должна быть красивая но и так жалко я у них спрашиваю город что у вас за котенок они говорят ну так нам подбросили говорит он скоро сдохнет наверно какой-то дохлый вообще народ скоро сдохнет а я говорю можно я его у вас заберу они горды забираем друзья мои всем привет ну что посмотрим чем нас радует январь какой хочу число то 15 друзья 15 января помните я вам лесные кактусы показывала но пока только вот один созрел сейчас попробую приблизить цветок чтобы он более такой был вот он красавчик красный расцвел там он еще видите вон далеко тоже бутончики еще раз тут но я думаю вы помните что они у меня все малыши и бутончики кое-кого были вон они видите как бы торчат но еще не распустились вот этот был самый первый самый большой вот конечно не могу не показать вам нифига себе гляньте ветка выдула обалдеть как она тянется как нож скоро до стекла дастя блин дотянется ой ну хочу показать что продолжают свисте бугенвилия и новые цвета набирают вот они красотки кто-то отцветает ну вернее ветка какая-то цветает какая-то заново набирается сейчас доползу ой вот да и этой красотки прелесть моя вот она моя прелесть на стульчик потом залезу сверху вам покажу так якобиния якобиния гляньте заново тоже цветет он выпускал сколько всего мир против света не видно ай-яй-яй над подвязывать ой-яй-яй-яй друзья над подвязывать падает о все приткнула гляньте какой яркий желтый цвет у нее такой солнечный цветочек даже не знаю как вам передать что он прям яркий яркий желтый желтый все к окошечку назад ставим так что здесь что здесь беленькие вот они цветут о его нам там абутилон и это уже мы с вами смотрим абутилон и ай-яй-яй сейчас подождите я тут помашу этой вот гляньте какой расцвел у меня да блин мешается здесь клея вот он посмотрите а абутилончик расцвел так сейчас вот там вот в глубине достану вот такой абутилончик расцвел ой да друзья съемка будет ужасно и согласна можете писать плохие комментарии можете ставить дизлайки ну сама удивляюсь тому что вижу и все же это нужно достать а вот посмотрите как разросся и как раз цвелся оранжевый наверху который стоит так ой ну и вот сейчас сверху попробую вам вот так вот он даже не красный друзья вот какой-то прям алый какой-то алый какой-то с розовинкой очень интересный цветочек так на кухне только один сейчас в цветов колумния вот такая остальные все потихонечку отцвели по одному и это и все ну доцветает исхинантус все тут вот буквально видите уже как падают цветочки все вот они уже видите отцветают но здесь вот еще хороший вот здесь вот еще вот он целенький хорошенький но остальные все отцвели все практически не осталось ну а вот эти бутончики они видимо уже не вызрючат они какие-то вот подсохшие а может быть то что окошко открываю они как-то от сквознячка от мороза подмерзли не все видите бутоны распустились некоторые отвалились не распустившиеся ну и не могу не показать церапегию друзья вы помните я вам показывал сколько она цвела в декабре и вот и январь она все продолжает посмотрите и вот на этой ветке еще видите вот он вот он вот здесь вот он зачаток то есть и она вот ли анку растет и на ли анки на этой все периодически продолжает цвести а это сушатся мои тела и все кверху попой ну все друзья больше вроде бы ничего нету вот середина января а некоторые цветочки меня радуют решила с вами поделиться друзья всем привет 24 число я еще не смонтировала видео про цветущие в январе и вот тут у меня какие красавчики а бутилончики вот они два колокольчика красивеньких классники но белый уже вот от свел я его прозевала не сфотографировала так ну вот бутоны все равно на нем еще есть на том еще бутоны тоже есть отцветает и кабине но она как-то странно она цветает и тут же опять и цветает непонятно белоперроне тут тоже пытается вот новые эти выдавать до зацветает тоже вот этот вот гибискус у меня жду может быть распустится поставила его на край стола чтобы как бы потеплее от комнаты было видите прямо на входе комнаты может быть зацветет ну и друзья конечно хотелось бы мне вам показать декабристы но я за ними не полезу вот этот один который я уже снимал он уже все отцветает а вот там нет тот наливается попробую придвинуть да вон видите он только наливается но из-за того что они маленькие в маленьких горшочках конечно нам их посмотреть не удастся но я думаю вряд ли они помните насколько были крошечные вот поэтому я думаю что даже те которые были они вряд ли еще набрались столько сил чтобы прям вот распуститься распуститься ну так вот вы видите они все живенькие здоровенькие как-то и на что-то встал у меня шатается табуретка но надеюсь не упаду вот не знаю что вам снимаю тяну руку чтобы это показать всю малышню что видно что не видно сквозь эти подвесы ну и ладно ну и ладно то есть в любом случае вы видите что после того как я вам снимала кактусы лесные все они нормально здесь вот живут себя чувствуют но и бутончики держит не сбросили вот этот вот калерия моя забутонилась ой где я не вижу господи вот она забутонилась посмотрим вот этот вот кустик тоже хороший но он что-то бутониться не хочет и немного о картошечке варигатного замья кулькаса увлажняла я ее сверху по чуть-чуть боялась что она там сгниет в итоге она там вся высохла я ее вот откопала и она шик я ее бросила в воду думал она сейчас водички напитается нет шик все от моей картошечки остался пшик она усохла так что друзья не знаю вот не думал никогда что картошка в земле может высохнуть вместо того чтобы набраться сил но наверное что-то было не так может быть ее нужно было оставить повыше на поверхности и смачивать картошку а получалось что я смачивала только землю картошка была в глубине не знаю друзья ничего не могу сказать но вот тем не менее вот почему я не люблю вообще спящие цветы потому что я не умею ухаживать за этими картошками клубеньками и у меня есть шанс их не разбудить но вот это замья кулькас он конечно не спящее растение но я почему-то думал что если картошка есть хорошая картошка и старый листик отвалился от нее картошка осталась я думал что она должна давать по идее новые росты вот но она не давала я думаю ну наверное она там набирается сил в итоге вот что ну ладно плохой опыт это тоже опыт друзья будем знать ну вот друзья на чем я прервалась телефон разрывался в общем котенок был такой вот маленький дух ленький он вот так вот на руке у меня помещался но они говорят заберите но он все равно сдохнет ну и мы его притащили домой притащили домой я его быстрее давай купать пошла это самая ванну в раковину там пошла у соседки взяла шампунь от блог я его только намылила бог мой они как поползли эти блохи а я сама не могу у меня так ощущение что все по мне везде 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 они вот так вот ползают и я котенка бросить не могу мне надо его помыть они везде ползают ой я не могу а он бедненький пищит еле-еле они его наверное сожрали живьем там столько было бог у него вот это вот косточка была такая острая знаете вот когда курицу мы едим там да и у них бывают вот эти вот когда мы разрывали тогда в детстве помните вот эти вот такие вот какие-то косточки мы их вот так вот еще тянули разрывали кому достанется там ровные кому-то с этим сотросточком вот такой вот тоненькая такая стриё торчала у меня было ощущение что у него тут что-то сломано но я просто здравом умом понимаю что если бы что-то было словно к котенку бы вообще не то ну про вот вообще острый было прям вот здесь вот вот кадык вот-вот-вот это вообще ужас один Ладно, я его, короче, мылю, 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 а они по нему ползут. Я его всего сполоснула, все, котенок пищит. Я думаю, надо его еще раз на это самое намылить, потому что что-то много блох бехают. Я его намылю во второй раз, начинаю его мыть. И тут котенок то ли с испугу, то ли, ну, стресс у него, понятно, плюс он, наверное, переохладился от испуга, чего. Он вот так вот у меня, представляете, вытягивается, прям становится чуть ли не в два раза длиннее, вот так вот здесь вытягивается, голову на бок повесил, все, и не дышит, и обкакался. Я говорю, боже мой, я убила котенка. Я его быстрее под водой сполоснула, быстрее его хватаю, сажусь, вот в эту комнату, помню, зашла, села, положила себе между ног полотенце махровое, положила этого котенка вот так вот между ног, и вот так нагнулась, давай на него дышать, и давай его растирать в это полотенце, дышать и растирать, дышать и растирать его, терла, 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 так согревала его массажные движения, ему делала, 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 дышала, 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 грела, грела, смотрю, он запищал. Я говорю, ну, слава тебе, Господи, все. Вот, в общем, котенок мой из кома вышел. Ну и вот теперь вот эта вот дурочка у меня бегает. Говорит, я его откармливала потихонечку, я ему капельками давала молоко, я ему там прям треть чайной ложки давала сметанки, я ему давала только отварную, там, курицу мясо, все вот это расщепливала, все маленькими дозами, потихонечку его откармливала нормальной едой. И вот моя дурында вот такая красивая выросла. Так и осталась у нее голова черная, причерная. А, и лысая какая-то голова. А тут вот все у нее уже, тело пошло, шерсть пушистая, коричневая, серо-подшерстком. Вот ни один гаденыш ко мне сейчас не пришел. Я думала, что я сейчас хотя бы у, это, приеду. Кнопи, 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 Кнопи! Кнопи, Кнопи! Кнопи, Кнопи, иди ко мне, моя девочка! Вот, сейчас нашей кошке где-то 7 лет. Кнопи, 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 иди к маме! Вот, потом нам стало скучно с одной кошкой, мы решили, что нам нужно завести кого-то еще. И тут мы в интернете находим объявление шотландский лиловый, но прямоухий кот. Ой, красивый, страсть! Мы его пошли, взяли. Вернее, мы его вообще брали как девочку, нам его как девочку продавали. Кнопи, иди скорее сюда, иди! Нам продавали как девочку, мы его купили, я его назвала Мерседес, а оказалось, впоследствии шоет Мерседес. Вот. Прожил у нас, вот мы его очень тоже любили, он за нами везде ходил, все с нами делал. Кнопи, Кнопи, иди сюда скорее! Иди ко мне на ручки, Кнопи, иди, я тебе чего покажу, и что тебе дам, иди! Вот, и это самое... Нормально все с котом было, все жил, нормально, все ходил с нами, тут везде любопытничал, все с нами делал, везде за нами попитаем, все хорошо. В один прекрасный момент он спал с мужем на диване, ну, что-то проснулся, кот, спрыгнул с дивана и пошел в сторону балкона. И он прям падает и захрипел. Муж мой так испугался, схватил его, а он уже все, не это, хрипанул два раза, и все. А я была в это время на работе, вот когда мы с работы пришли, вот, мы его пошли, похоронили, потом начали в интернете читать, что кот-то не болел, ничего такого не было. А когда мы начали читать в интернете, оказалось, что если неправильно их вяжут, и там нарушается генетика или что-то, чего-то, у них идет сердечное заболевание. Причем, как пишут, причем, как пишут, что... Сейчас, плюсь по себе. Они очень резко начинаются, что нет такого процесса, когда болеет, 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 и можно раз вылечить, спасти. Такого нету. То есть это все у них внезапно, как вот инфаркт там, да, человек жил-жил, его раз инфаркт, и все. Так же и у них. И говорят, его даже лечить бесполезно, потому что даже если бы привезли его обследовать, мы бы ничего не нашли, потому что на тот момент наверняка бы ничего не было, потому что это все внезапно. Просто вот раз, вот раз, все, инфаркт, и все. Вот, два с половиной года было котом. Вот, все, мы его похоронили. Муж решил, все, больше никаких котов, ничего, все, говорит, это вообще, говорит, все ужасно. Ну, прошел год, наверное, я увидела вот эту вот скотинку. Он был масявка. На фотографиях был. Такая масявка. Вот он. Это у нас шотландец веслоухий, голубой считается. Вот. Я говорю, ну как я могу такую морду оставить? А? Как я могу такую морду оставить, совенка такого? А тут как раз у мужа день рождения. И я поехала и купила ему вот этого красавца. Подожди. Мы сейчас покажем, как ты любишь сидеть. Я уже рассказала, что ты не любишь сидеть. Я уже рассказала, что ты не любишь на руках сидеть. Все, давай. Вот так вот можем мы поноситься. Мы не ручные. Мы к вам придем сами. Мы придем. Сам придю. Сам скажу, почешусь об вас. Сам потопчу вас. Полежу с вами и посижу рядом. Но в руки не даемся. Но вот таким манером, вот таким манером, он иногда позволяет мне его носить. Все. Вас снимает скрытая камера. Да. А теперь все. Иди вот сюда на свое место. Иди. Что, не хочешь? А кнопку мне не позовешь? Он любит, когда я сижу здесь за компьютером, он любит садиться вот сюда. И здесь со мной лежать. Ну все, друзья. Наверное, много наболтала. Потому что я же еще хочу показывать цветение цветов. Чтобы это было не совсем скучно. Цветы, цветы. Или только болталка. Я решила, что я немножко поболтаю. И немножко покажу. Поэтому, друзья, на данный момент я говорю вам до свидания. Болталка наша закончена. Цветущий мой балкончик вы посмотрите. Меня послушаете. Комментарии свои напишите. Я вас всех люблю. Всех жду. Всех благодарю за то, что вы со мной. За то, что смотрите. За то, что пишете. Желаю всем добра, здоровья, любви, счастья. Берегите себя и своих близких. А с вами была я, Любовь садик цветов. Вот, наконец-то я поймала свою дурынду. И хочу, чтобы на нее посмотрели. Да? Но. Но.